Они наступают! 2012 год оказался самым успешным для китайских автомобилей за все время присутствия на российском рынке. После кризисного провала 2009 года продажи резко устремились вверх и подобрались к отметке 80 тысяч автомобилей в год. Относительно общего объема рынка это немного, примерно 2%, однако налицо тенденция к увеличению доли. Среди многообразия китайских марок появились 4 фаворита – LeFant, Cherry, Geely и Great Wall. В китайских автомобилях россиян привлекает прежде всего соотношение цены и комплектации. К примеру, относительно популярный LeFant Solano стоит от 409 тысяч рублей. Примерно на 200 тысяч дешевле конкурентов более именитых фирм. Полноразмерный седан М-Грант укладывается в полмиллиона рублей. LeFant Solano продавался достаточно много. Люди уже знают данную модель, знают, с чем ее едят. Соответственно, люди уже не боятся за новинку. Однако проведенный нами опрос показал, большинство посетителей относятся к китайским машинам со скепсисом. Трое из четырех исключают покупку в ближайшие 10 лет. Тем не менее, каждый пятый допустил такую возможность, а значит, у китайских производителей есть потенциал для роста. Пока же значительную долю спроса формируют жители области, ищущую замену «Ладе» или «Уазику». Кардинального изменения в портрете покупателя существенно не наблюдается. То есть, как и раньше, покупатели приезжали в основном из, скажем так, отдаленных деревень и городов от области. Ну, то есть, скажем так, это больше областные какие-то районные центры, города. То сейчас то же самое примерно и остается. Однако китайские производители демонстрируют невероятную способность к обучению. Новые модели выходят ежегодно, и напор не ослабевает. 2013 год снова обещают быть богатым на китайские новинки. 2013 год, наверное, будет больше нацелен на новинки. То есть, это «Джили М-Грант» представит две модели. У «Лифана» больших новинок не ожидается, а ожидается, скажем так, также небольшой фейслифтинг. Прогресс виден в разных областях. Так, в прошлом году «Джили М-Грант» набрал умеренно хорошие 4 звезды в краш-тесте «Евро энкап». Улучшился дизайн моделей. Многие современные китайцы нарисованы в итальянских дизайн-студиях. Налаживается работа с импортером и каналы поставки запчастей. С точки зрения техники, китайские машины все еще контрастируют с привычными нам моделями. Но год от года эта разница становится менее явной. По крайней мере, по субъективным ощущениям. Большинство китайских автомобилей выпускаются на российских заводах. К примеру, «Черкесский Дервей» сделает «Лифаны» с «Жили» и «Хаймы» в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов. «Тагас» выпускает модели «Черри» под собственным брендом. Любопытно, что в самом Китае основным спросом пользуются автомобили, сделанные на совместных предприятиях с известными производителями, вроде «Фольксваген» и «Дженерал Моторс». Однако экспорт таких машин запрещен, поэтому в России продаются истинно китайские модели. Причем многие производители занимаются автобизнесом сравнительно недавно, всего несколько лет. Китайский автомобильный рынок крупнейший в мире. Он опережает даже США, не говоря уже о России и странах Европы. Долгое время китайцы были сосредоточены на удовлетворении местного спроса, однако понемногу начинают экспансию в другие страны, и Россия в списке приоритетов. Так, в последние годы наведен порядок в системе импорта китайских машин в Россию, что говорит о серьезности их намерений. В последние годы существенно изменилось отношение между импортерами и, скажем так, российской стороной дилерами, поскольку раньше существовало некое промежуточное звено в виде дистрибутора на территории Российской Федерации. Сейчас же промежуточное это звено, оно исключено, и оно, скажем так, входит в состав непосредственно представителя завода. Пока китайские автомобили являются статистами российского рынка, но учитывая темпы их прогресса и амбиции, можно предположить, что через несколько лет словосочетание «китайский автомобиль» перестанет вызывать саркастическую смешку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok